Приговор черным риэлторам вынесли сегодня в суде Первоуральска на счету банды 14 преступлений по всей Свердловской области. На оглашение вердикта подсудимые пришли уже, что называется, совещами. Перед дверями зала заседаний склад сумок и пакетов. Обвиняемые в мошенничестве члены банды риэлторов готовы ко всему. Хотя внешне подсудимые сохраняют спокойствие и прячут лица от камер, понимают, что от правосудия им не уйти. Им мошенников поддерживают родственники. Только они еще и надеются, что судья выберет условное наказание. Я богу мать, чтобы домой идти вместе с ней. То есть вы считаете, что не виноваты у вас? Нет, не виноваты. Все, не хватит меня. На скамье подсудимых 7 человек, 100 страниц уголовного дела на всех. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в течение трех лет квартирные аферисты обманули 14 уральских семей. Они якобы помогали людям найти достойное жилье, на деле же оставляли своих клиентов без денег и крыши над головой. Сегодня суд вынес обвинительный приговор на всех 38 лет колонии. Прямо в зале заседания членов банды взяли под стражу. В целом позиция, заявленная государственным обвинением, она нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. То есть оглашенный приговор, он в целом соответствует данной позиции. То есть позиция была такова и запрошена в ходе судебных премий, чтобы было назначено наказание именно с учетом тяжести совершенного преступления личности подсудимых и вообще обстоятельств совершенного преступления.